Познакомьтесь со шведкой, бросившей вызов в путинскому ВМФ Элизабет Броу. Познакомьтесь со шведкой, бросившей вызов в путинскому ВМФ. Если вам случится оказаться в районе Стокгольмского архипелага и заметить что-то необычное в воде, возможно, будет разумным представиться Эвис Каок Хайслу, пишет журналистка. Элизабет Броу. Недавно назначенная командиром 4-й шведской военно-морской флотилии. Это решительная, крепко сложенная представительница шведского ВМФ. Теперь глаза и уши Западной Европы в ее игре в кошки-мышки с Владимиром Путиным, сообщает автор статьи. В октябре прошлого года, когда возникли подозрения, что российская подводная лодка была замечена в Стокгольмском архипелаге, корабли Скаок Хаслумрин из вбой в сопровождении вертолетов и специализированных военных групп из других соединений, говорится в публикации. «Искать субмарину, все равно, что искать иголку в стоге сена, это почти невозможно, если вы действуете только на основании сообщения, что ее кто-то видел», — говорит Скаок Хаслум. «Мы делаем все, что можем, с учетом наших ресурсов, но нам нужно больше денег», — сетует командир флотилии. Сложность задания не отпугивает Скаок Хаслум, прежде командовавшую военно-морской миссией ООН, задачей которой была поимка террористов и контрабандистов у берегов Ливана, сообщает издание. И действительно, 46-летняя мать двух маленьких мальчиков, которая начала проходить боевую подготовку офицера после завершения добровольной службы в армии, — жесткий командир, — отмечает Броу. Эва активная, решительная и знает, что хочет, — говорит капитан ВМФ в отставке Горайн Фриск, руководивший поисками субмарин в последние десятилетия Холодной войны. Она компетентный и находчивый военно-морской офицер, и была прекрасным командиром корабля. Сейчас на вооружении шведского ВМФ имеются впечатляющие боевые корабли, но их всего 9 вместо 34, как во времена Холодной войны, а флотилия из 12 торпедных подводных лодок сократилась до 5. И, как и во многих других странах, в Швеции больше нет противолодочных вертолетов, самых полезных средств при поиске субмарин, говорится в статье. Майор Карл Бергквист, ведущий военный блогер Швеции, утверждает, что русские не посылают субмарины в стокгольмский архипелаг с целью устрашения, потому что существует только один способ пройти туда и обратно, и для них было бы катастрофой, если бы они были там пойманы и подвергнуты бомбардировке, говорится в статье. Норвегия, член НАТО, также отмечала случай наблюдения субмарин. Как считается, подводные лодки видели также у берегов Финляндии. В последние месяцы, по подозрениям, российские подводные лодки были замечены возле британской военно-морской базы Фесс-Лейн. Октябрьский инцидент стал сигналом к пробуждению для шведских политиков, которые пообещали увеличить расходы на оборону, напоминает автор статьи. Теперь Скаок Хасло, скорее всего, усилит чрезвычайно необходимую подготовку и даже снабдит корабли сотрудниками, работающими в две смены. И будет добиваться большего количества военной техники, полагает журналистка. При такой подготовке и при помощи наблюдений граждан, запечатленных на камерах мобильных телефонов, у Скаок Хасло есть неплохой шанс потопить вторгшиеся подводные лодки или, по крайней мере, сорвать их задачи. Сможет ли она потопить самого Путина, другой вопрос, но есть шансы, что ее работа, по крайней мере, приведет к укреплению возможностей ВМФ Швеции контролировать 2400 километров ее береговой линии, заключает Броу. Продолжение следует...